Теперь давайте обсудим другой способ использования указателей, это возвращение указателя из функции. Для примера будем рассматривать функцию, которая ищет максимум в массиве. Как видите, массив в данном случае передается по двум указателям, и функция происходит следующая. Мы сначала создаем некоторую переменную max, которую инициализируем первым элементом массива, а дальше в цикле пробегаем весь массив и ищем элементы, которые больше, чем этот max. Если какой-то из таких элементов находится, то мы изменяем значение max на большее. В конце возвращается максимальное значение. При таком подходе к реализации этой функции мы возвращаем само значение максимального элемента. Давайте посмотрим, как использовать эту функцию. Вот у нас есть массив из 10 элементов. Мы вызываем функцию max элемент, передавая туда в качестве первого параметра указатель на начало массива. Это соответствует просто имени массива. И указатель на конец массива. Это соответствует адресу, получаемому из начала массива, плюс размер массива. Второй указатель будет указывать на элемент, следующий за последним. Ну и после можно вывести результат работы функции max элемент. Если мы хотим добавить больше информации о максимальном элементе, то вместо значения максимального элемента мы можем вернуть место в массиве, на котором находится максимальный элемент. То есть указатель на максимальный элемент. Это позволит в дальнейшем использовать эту информацию для того, чтобы, например, переставить на максимальный элемент начало. Давайте посмотрим, как это будет реализовано на примере. На примере мы видим ту же функцию max элемент, только вместо целочисленного значения возвращается указатель на целочисленное значение. Функция точно так же принимает массив по двум указателям и работает примерно так же. Вначале мы создаем переменную, которая будет указывать на местоположение максимального элемента. И инициализируем ее началом массива. После этого в цикле мы пробегаемся по всему массиву. Если находим какой-то элемент массива, который больше того элемента, на которого указывает указатель pmax, то мы изменяем указатель pmax. В прошлый раз мы изменяли значение максимального элемента, теперь мы изменяем указатель на максимальный элемент. Соответственно, в конце мы возвращаем указатель на максимальный элемент. Несмотря на то, что функция не сильно изменилась, но данная функция позволяет сделать нам немножко больше. То есть мы одновременно получаем и значение максимального элемента, то есть мы можем при использовании этой функции просто разменовать указатель и получить значение. Но мы также получаем место, в котором этот максимальный элемент расположен, соответственно можно делать какие-то алгоритмы, которые используют информацию о том, где максимальный элемент находится. Вызов функции не изменился, немножко изменилось использование функции, то есть мы используем возвращаемое значение указателя на максимальный элемент. И дальше, если нам нужно просто непосредственно значение максимального элемента, то мы разменовываем указатель и точно так же выводим его на стандартный вывод.